Всем привет! С вами Жуна Пикола и я Алиса. Сегодня в Москве в 15 раз проводится ежегодный ралли классических автомобилей Шапар. Несмотря на по-настоящему осеннюю погоду, в Москве собралось немало ценителей авто. И это не просто так. В этом году к заездам добавили новую категорию, которая точно не останется незамеченной – суперкары. Субтитры делал DimaTorzok История этого ралли началась в 2003 году. Это не просто презентация роскошных автомобилей, а настоящее соревнование с своими победителями и проигравшими. Есть ли дресс-код для такого мероприятия? Обязательно есть. Вот видишь ты в красивом платье со шляпкой, а я сегодня, видишь, тоже в белом, с шубкой. Шляпку не надела, потому что ветер. Боялась, что сдует. На самом деле дресс-кода специального нет. Мы подобрали по своему внутреннему настроению и по цвету. Ну, конечно, некоторые выбирают ретро-стиль. Но мы образ такого штурмана-пилота для того, чтобы соответствовать ретро-гонкам. У нас сегодня единый образ нашей команды. Мы просто в нашем красиво головных уборах, в светлых и в цвет нашей машины. А, конечно, есть дресс-код, и каждая команда должна выглядеть по-особенному и как-то выделяться. А вы участвуете в гонках? Да, совершенно верно. Сегодня я участвую в гонках, и это первый у меня такой опыт. Но я надеюсь, что он будет удачным. Не пугает ли вас такая летняя погода? Ну, на то она и летняя, но то, что сегодня нет такого яркого солнышка, то, я думаю, что ничего страшного. Главное, что у нас должна быть хорошая команда, командный дух и прекрасная погода внутри нас. Что такое ралли? Ралли – это гонка. В данном случае гонка на внимательность, не на скорость, на время, на точность, исполнение правил дорожного движения и на показ красивых машин. Вы участвуете сегодня в гонках? Да, я участвую в ралли, и вот я являюсь штурманом команды РАНа, с которой сегодня поеду. Достаточно сложная задача, потому что в данном случае гонка Шапарта – это как раз гонка штурманов. Не пугает ли нас летняя погода? Ой, как пугает, холодно, а у нас кабриолет, сдует нас. А вы участвуете в соревнованиях? Участвую уже 11 раз, 11 год. Не пугает ли вас такая летняя погода? Пугает, хочется солнца, хочется тепла, но, к сожалению, вот у нас такая погода. Нужен ли дроскод для такого мероприятия? Ну, обычно все одеваются под стиль машины. Вот у меня машина Форд 40-го года, и я решила как бы быть в этом образе. Такая летняя погода меня не пугает. Меня пугала больше погода, которая была 2 дня назад, когда ночью шел снег. Поэтому я считаю, что сегодня практически жарко. Я сегодня ведущий, 15-й раз проходит гонка, и 15-й раз я веду это мероприятие. А нужен какой-то дроскод для такого мероприятия? Ну, мне кажется, что ты одета очень стильно, прямо и подходишь для того, что называется Люк Шапар, классику и кентрали. Уже совсем скоро начнется старт соревнования. И рев моторов пронесется от центра Москвы до Барвиха-Лахши-Левилаш, где участников ждет церемония награждения. А какие у вас эмоции перед стартом? Ну, конечно же, волнение. Волнение, потому что мы так долго готовились, всю ночь не спали, а машину делали. И вот, наконец-то, выехали. Поэтому понятно то, что волнение. Чтоб машина доехала до финиша, чтоб мы сделали все, что от нас зависит для победы. Поэтому и волнуемся. Да, нормальная погода. Я думаю, то, что самое главное, это настроение внутреннее. А погода уже, она сама придет. Как видите, вот настроение хорошее, солнце появилось. Субтитры сделал DimaTorzok